Микс Ньюс В эфире вновь программа Культ Просвет И наша сегодняшняя беседа посвящена, по моему мнению, очень актуальной теме Мы затронули ее уже на прошлой неделе вместе с коллегой Вадимом Родионовым в рамках «Зима близко» Речь идет о отношении к другим, к другой культуре Мы упомянули также и целый ряд проявлений ненависти по отношению к другому, включая и расизм У нас была достаточно активная дискуссия с нашими радиослушателями В эфире были комментарии И поэтому я сегодня хотел бы посвятить нашу беседу как раз теме расизма Но не абстрактного расизма, расизма, который находится где-то вне Латвии Что-то чуждое нам и неизвестное, а расизм, который происходит здесь, в Латвии Мы нередко слышим то, что нет, жители Латвии миролюбивы У нас нет межэтнических конфликтов и так далее Однако не все измеряется прямым насилием на улице Насилие может быть очень разным, принимать различные формы Поэтому сегодня поговорим о ежедневном расизме, который большая часть наших радиослушателей Может быть не испытывают, потому что подлежат, скажем, к тем группам, которые можно назвать белые европейцы Именно поэтому очень важно понимать, что кто-то другой рядом с нами может испытывать эти негативные явления Может страдать от расизма И хотел бы напомнить, что буквально неделю назад в Европе закончилась неделя против расизма И в этом году эта неделя проходила в период с 16 по 24 марта И на сайте этой инициативы существует до сих пор, по мнению, достаточно эффектный лозунг Который говорит о том, что пришло время объединиться Объединиться в борьбе против расизма Вы можете заглянуть и посмотреть этот сайт, все мероприятия, которые происходили в Европе Сегодня здесь мы хотели бы поговорить о том, что как бы нас многих не касается Но с другой стороны, если кто-то в нашем обществе страдает от расизма То, по сути дела, страдаем все мы Потому что кто-то рядом, кому-то плохо Кто-то подвергается дискриминации на основе расизма И расизм отравляет сознание людей прежде всего Поэтому эти мысли сегодня легли в основу нашего разговора Напомню, что вы, уважаемые радиослушатели, являетесь частью нашей беседы Пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира 67212939 и 67213939 А также, пожалуйста, оставляйте свои сообщения и размышления На номер 206191 на WhatsApp и SMS Сегодня наши беседы, возможно, благодаря моему коллеге, звукорежиссеру Родиону Золотареву И в гостях у нас сегодня очень интересный собеседник Джордж Стилл Перед началом нашей дискуссии я спросил, как представить его И он упомянул, что уже 25 лет он живет в Латвии Он родился в Соединенных Штатах Америки Его родным городом является город Кливленд Он учитель английского языка, актер и солист мужского хора Рижского технического университета А также он и правозащитник К тому же он отметил, что приблизительно два года назад он стал гражданином Латвии Натурализовался и теперь он является полноправным гражданином латвийского общества И может влиять на политику Уважаемые радиослушатели, как вы уже поняли Сегодня наша беседа будет проходить в формате перевода Возможно, к этому вы уже привыкли Нередко наши гости являются представителями других языковых пространств Поэтому сегодня Джордж будет говорить на английском Я буду вам переводить Я также привыкла к нашим зрителям Интернациональный week against racism В этом году он пытался уничтожить людей Поэтому главная идея была в том, что нужно быть уничтожим Это according to the website В многих случаях в Латвии Люди говорят о расизме как что-то экзотик Ну, это может происходить, но это может происходить Но мы, Латвия и Русские, мы не расизмы Поэтому я пригласил вам рассказать нам очень грустную историю И люди считают, что расизма нет Но, к сожалению, его грустные примеры свидетельствуют о том Что человек здесь, в латвийском обществе, может испытывать на себе расизм Я попросил его определить для нас, что такое расизм в его понимании И потом упомянуть конкретные случаи, чтобы разговор наш не был бездоказательным Я думаю, что это будет большинство Парстеги С которым у него были русские люди Я думаю, что он танканулся на Латве, а не Англии Я думаю, что это можно Couж. Я тоже хочу сказать, что я не могу, ну, зашли, свяgsся на куле. То есть, я тоже хочу сказать, что ты мне помогаешь. Возможно, для кого-то из наших радиослушателей это явится сюрпризом, что Джордж будет говорить на латышском языке, но он тем самым хотел бы показать, что он в этом обществе не новичок, что не только что сошел с корабля, и поэтому он в дальнейшем продолжит с моей помощью говорить на латышском языке. Татат, расизм. Ябкора программа вае практика, которая саистовалась с расу, дискриминацией, сегрегацией, ваяшином или домашним языком со расизмом памяти? Джордж представил нам первую дефиницию или определение, что такое расизм. Это любая идеология или программа или практика, опыт, который связан с дискриминацией на основе расовых признаков, а это также сегрегация по расовому признаку или преследование на этой основе, или же создание доминанта или доминирование на основе. И тут Джош использовал понятия, которым не до сих пор, скажем, мало было известно, расиализм. Саки Лудзу, ар ко расизмс отчетирас на расиализму? Расизм. Расизм. Саки Лудза. Типа есть такая definация. Рационализм – это неопильство дактрины или масты, которая оправдывается, как расу старт, и отстыдывается, К примеру, что человек даба, интеллигенция и т.д., лей лидцинаду пар венас расас паракуму пар вену, вай байракам цитам расам, вай ари, лей цинстоз, цинстоз, саглобав, расас, вай расу, и т.д. Хорошо, попытаемся это перевести, и сформулировать таким образом. Нам уже известно, что такое расизм, и Джордж предполагает, что расизм как раз и происходит от того понятия, которое назвал расиализм. Что это в его представлении? Это псевдонаучная доктрина или учение, которое предполагает, что между расами существуют какие-либо отличия, в основе которых есть человеческая природа или интеллект человека и другие признаки, которые, по мнению этой теории, могли бы обосновать, допустим, доминанту одной расы над другой или другими, а также пытались бы сохранить условную чистоту расы, расовую чистоту. Скайдерс, так, как мы знаем, как это расиализм, и как это расизм, и тогда я думаю, как мы сможем использовать эту ари пару над партой, как это раса. Так как нам теперь известны оба понятия, я думаю, что логично было бы, если бы мы спросили Джорджа о том, что в его представлении или чем в его представлении является раса. Ну, тадо раса, ябкорщи, целовеки павеидс, куру отштир, не, я запрещу, куру отштир мату, веидос, адас, асу, асу, асу краса, стая, кемена, пропорциjas, у тебяartet, даудzia антропологи уската, что посаули только три гаун patterни, как као, как као, как као, 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 аголида, и монголоиду расы. Но я хотел бы выяснить, что каждый раз много знаний, очень много, говорят, что расы все равно не существуют. И это то. Итак, попытка определить, что такое раса. В понятии Джорджа это любая разновидность человеческой группы, коллектива, которая может отличаться по форме и структуре волосяного покрова, кожи, цвета глаз, каких-либо пропорций тела. Многие антропологи считают, что в современном мире существует только три расы. Кавказская, негроидная и монголоидная раса. Однако Джордж добавил после этой дефиниции о том, что многие современные исследователи считают, что раса как таковая не существует. Та догадывая раса – это конструкция. Та, вопрот? Раса – это дума. По мнению Джорджа, раса – это мышление. Капец человек дума расу категории? Да, ты саги, как ты это думаешь. Уи, я не знаю, как ты это делаешь. Не, как отчериб. Они отличные. И в то же время, что странно или является парадоксом, то, что именно в расовых теориях люди, как правило, концентрируются на всевозможных отличиях. У тома, я хотел узнать, как это функция шага домашины. Ну, мы думаем, что мы не хотим, что что-то искать, у нас есть какие-то дефициты, какие-то мы сейчас искать, а мы думаем, что домашина, что это функционально. Я упомянул о том, что, в принципе, если мышление функционально, оно в какой-то степени возникает, потому что есть какая-то нужда, что-то нам непонятно, чего-то мы боимся. Так вот, мой вопрос Джорджу заново. Какова функция мышления в категориях расы? — Ненера. но это весь тадель. Весьма с мантуа патейца. По мнению Джорджа в основе расового мышления все-таки лежит страх. Страх перед неизвестным, страх перед тем, кого я не знаю. Я думаю, что раз ты другой, ты не такого цвета, не такого пола и так далее, то автоматически это означает, что я должен бояться тебя. По крайней мере, такова версия Джорджа. Это можно и дрезать, но сен-сен-лайкем, т.к. алу-цилвэкем бихо-цилвэкем бихо-цилвэкли лидзига-цилвэкс-цилвэкс-цилвэкс, т.к. веида винии варят медийба-копа, зивор-копа, т.к. т.к. И еще дополнение к нашей версии, или к версии Джорджа. Расовое мышление в какой-то степени является атовизмом. Это со старинных времен пещерный человек должен был искать себе подобную для того, чтобы, например, участвовать в охоте и вообще каким-то образом выжить. ЛИЗАР ТОВЕЛРЕЗ МАНАДОМА И именно То, что каждый раз мы думаем, что все, кто не знает, что все, кто не знает, что все, кто не знает, что люди сегодня ищут себе подобных, что тех, кто им ближе, понятнее, яснее, и те, кто не находится в нашей собственной коробке или в наших рамках, тех стоит бояться. Так как у нас осталось несколько минут до перерыва, я хотел бы предложить во второй части нашей дискуссии Джорджу подумать о том, как бы он мог аргументировать, когда говорят о том, что латвийское общество далеко от проявления расизма. Вторая дали, по аргументам, кое ты веришься перед тем, что, как Латвия, расизмс, не актуальны тематами, но так как у нас есть три минуты, я думаю, что это будет лабее, чтобы человеку пощи сакать, а вы думаете, что ты веришься очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень, это очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень Узиалам. У, венкарши, человеку пьянется банк лат, теится, Англеволода, манки, криваолода, пиздец, недерз, пьедоди. Я не прот, криваолода, это аксума редзами, но человеку не теится то, а я то. У, таталка, велиопрохи. У, пет� там, дарзи гади петс, цивеки, ари, я запамеюся, латвийши валода, а, таталак, ну, драуди ман ар физиско узбрукуму, ари, ари мутиски, адрес красас дель. То славну, ай, то славну варду, негер, англова лада, таталак, велиопрохи. Я попросил Джорджа перед нашим перерывом привести конкретный пример, он упомянул следующее, когда в 94-м году он впервые приехал в Латвию, почти сразу же на улице он столкнулся с проявлениями расизма, его обозвали обезьяной, и на русском языке, и на латышском языке, используя также прочую нецензурную лексику, которую я не буду повторять, и спустя несколько лет спасибо нашим радиослушателям, мы вернулись после небольшого перерыва в студию, напомню, сегодняшняя тема культ просвета, я бы сказал так, обычный расизм, расизм, который мы не замечаем во многом, но рядом с нами живут граждане Латвии, часть нашего общества, такие как сегодняшний гость Джордж Стилл, которые испытывают ежедневно расизм, и по окончанию первой части мы уже упомянули конкретный пример, когда Джорджа обзывали здесь на улице, как только он приехал в Латвию, сейчас рядом со мной в студии сидит гражданин Латвии, полноправный гражданин нашей страны, актер, солист хора, отец, учитель английского языка, правозащитник и так далее, который все еще испытывает на себе то, о чем мы, как правило, не хотим говорить. So, Джордж, let us пьедот адгрежамес пьемарем ко туэсси минэйс вену туяуэсси такат апраксты спирмс партраукума Vai tu varētu вел mazliet ilustрēt то, kas прикш teвис ir игдienа? Игдienа. Игдienа пащайзи nav так траки, так как было. Годиги, годиги. тваксты 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 Да, 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 да. Tas, varbūt, naids ir parāk stipras vārds, bet tas nepatīkams atmosfīrs, teiksim, ka cilvēki negrib, lai cilvēks, tā kā es, tā kā mēs, būtu viņu vai jūsu sabiedrībā. Es runāju pilnīgi par ārskrāsu, jo teiktu, ka runātu par tautību, esmu amerikānis. Teiktu, jūs. Вводим их с латышского языка, то, общаясь с ними, он понимает, что эти люди, будучи частью латвийского общества, находятся все-таки в атмосфере ненависти. И хотя ненависть достаточно сильное слово, но есть негативная атмосфера. И многие, по его мнению, считают, что такие, как он, не должны были бы присутствовать здесь в Латвии. Речи не идет на национальности, потому что по национальности и американсам, речи идет как раз ацвети коже. У, саки, лудзу, я ты то весьу ест перейдзаясь и турпини перейдзать. Вена лица – это очень круто контролировать, потому что физически это не успеха. Но как он является к каким-то вопросом, к каким-то образом расизм может выражаться в расизмой, например, доступ к какими-то услугам, покупкам или допустим снять квартиру? Лабские жалпы. Парлаими, пьем 20 годами мы севами нопекаем животлами. У нас хипотека 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 Папсвейц. 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 Котору, трещу динам, у меня нет проблем с проблемами на пакалпировании, веиколе или в ресторану. Но я думаю, что это не рацизм, но это ситуация, когда пекшни и человек, и человек неизбежит, к которому валоду я работал. Тогда я работал в Латвичном городе, и тогда, когда пауза, и, а, действительно, я работал в Латвичном городе. Окей, ладно, тогда мы стараемся. Джошу упомянул, что ответ на этот вопрос может быть достаточно сложным, потому что, к счастью, 20 лет назад с женой они приобрели квартиру, теперь они выплатили ипотеку, но в разговорах с другими людьми, для которых это актуально, он упомянул, что для некоторых людей это сложно, сложно снимать квартиру. И достаточно часто, по меньшей мере, раз в три дня у него возникают проблемы с покупками в магазинах или с посещением ресторанов. Но во многом он говорит о том, что эти проявления связаны с конкретным человеком, который не понимает, на каком языке общаться. И когда Джош переходит на латышский язык, тогда возникает пауза, и после этого он говорит, а, хорошо, мы можем продолжить. We have a call. Алло, добрый день, вы в эфире, пожалуйста. Да, добрый день, это его наговорит. Очень приятно. Ну, это думаю, что расизмно память. Ир архи байлес, ир архи памятнации с байлес, но цитут тавтибу конкуренции политическое и экономическое иомистое. Стаидерс, ладно, павелесим. Наша радиослушательница на аналтическом языке объяснила, что по имени в основе расизма лежит страх, может быть даже страх этнического большинства, в том смысле, что это страх перед конкуренцией других, допустим, меньшинственных групп. Ко ты сакаешь? Виспием, спасибо за комментарии. Я считаю, что это тоже байлес от того, как это было. Битт, вай там байлам ир памати. Тас вимир ир, тас ялтаймс. Кури памац, лай байдитесь на тим цовеким пар тим имеслим. Джош Сагласин с комментариями наше радиослушательнице, кому люди боятся? Мы упомянули целый ряд причин, страх, конкуренция и так далее. Вайдриза, кастейкту прегшкам. Да. Аби ялтайми и парейзи. Джош Сагласин с Ванц, мы с Варем пьем пьем, я? Да, да, пройдемся. А, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер, Олег. Вы знаете, проблема очень простая, да? Когда люди приезжают в другую страну, то, так сказать, коренное население в первую очередь боится, знаете, за что? За то, что будут разрушаться их традиции, да? Понимаете, дело в том, что вот ваш собеседник, он же не латыш, правильно? Вот его дети будут латышами, да? И никаких проблем в этом плане нет, не будет абсолютно. А уж насчет цвета кожи, когда ему кто-то указывает, ну, это полнейшие дебилы, да? И еще одно маленькое замечание вашему гостю. Так как он, я так понимаю, у него супруга латышка, да? Именно так. Или они в семье на латышском языке, по крайней мере, говорят, да? То они матерные слова, латыши, да? Они не понимают, что это такое, да? И хотя он произнес эти слова на латышском языке, то лично для меня русского, да, который здесь веками жил, да, это самые большие оскорбления. Вот ему объясните это. И ни в коем случае даже на латышском языке не надо эти слова произносить. Да, я скашу, Джоржу, большое спасибо. Латвия, татка памати иедзивотая бежи баидас продукт, его, да? Да, как ты неизбежишь то смагу, то свару там варда, то есть, ну, да. Тогда кастры, если мы говорит, что здесь у них есть шето и есть линвистская гитра, и они ищут верьез, но нет. Но мы ускаким, что это было пока архива. Да, как ты да. Как-то будет пример. Да. Да, да, да. Да, да. Добрый вечер, вы в эфире, пожалуйста. Меня зовут Александр. Очень приятно. Вопрос такой. А вот я понимаю обиду человека. Ну, любой нормальный человек будет обижаться, если его будут оскорблять. По любому из этих признаков. Расовому или еще какому-нибудь национальному. А вот скажите, он не был очень наивным, когда сюда ехал? Он не представлял себе, что такое представляет эта страна и какие могут быть проблемы здесь? Или он все-таки какую-то брал кальку западного мира? Например, не знал о том, что здесь сотни тысяч людей лишены политических прав, что здесь обстрелы межнациональные отношения, что здесь довольно так, ну, как бы я вам сказал, не очень комфортно многим живется. Или у него просто вот чистая обида такая, значит, эмоциональная, которую он хочет выплеснуть и каким-то образом пожаловаться. Ну, я ему сочувствую. Благодарю вас, да? Музыклассивный, да? Музыклассивный, да? Музыклассивный, да? Музыклассивный, да? Музыклассивный, да? Свеции. Да, да, да. Un līdz ar to uztver, uzsver šo te savādo un līdz ar to mēģina iekost, ja grib, kā teikt, mazliet kaut kā noniecināt otru cilvēku. Tāpat arī melnie cilvēki, viņi uz Baltiem teiks, aizsniec viņš no cērīs, nu tā, līdz ar to mēģinās šāpat, ir tāpat, kā teikt, iekost. Baltais saka, melniem, tu esi melns, melniem saka, Baltiem, tu esi valsts, nu tā. Skaidrs. Un ja viņi redz, ka tās aizkārt, tad viņi vēl vairāk šo te izpauš. Nu, bet par bērniem es domā, ka tās tīri bērnu, kā tā kā tēk līmenī, bet nu tās jēnā lūpātīs, nu tās jēnā lūpātīs. Ja, pal, esimis par komentāru. Komentārii būl tako, šo, v prinsipi, po mēnēju našo rādiosūšatīlē, nēgatīvēs nēgatīvēs kēdētēm, to skārēja atnošēnie, skārēja, skārēja, samīh dētējē kdērīgim dētēm, i ono mūsat prājītī, a kārējīs cēlā rādi dētējīs, po kārējīs, po kārējīs, kārējīs mūsatīs pārējīs pārējīs. Tās komentāri, varbūt, par abiem. Ok, labi, tad piedodīja par šo secību, bet es apbildīju, tās pēdējais nebija jautājums, bet komentārs, bet es gribu pateikt vienu lietu par to. No vienas puses viņam ir pavisam taisnībā, ka tā situācija bērnu līmeni ir tā. Bet, ja teiktu, ka, piemēram, mana meita ir pārāk gāda vai īsa, vai, nu, pārāk neglīta vai stūba, un tad tālāk vēl joprojām, tā ir viena lieta. bet, sautca pavisam bēz pavisam bēz pavisam bēz pavisam bēz pavisam bēz pavisam nīgur, anglīvā lūdā. Tā ir savadāk. Viena alga, kua jūs domājāt, tās ir pavisam kāukas savadāk. Ja. Ja, pārākaisi to koratko pavisam bēzītī, viena še pavisam bēzītī, pavisam bēzītī, pavisam bēzītī, pavisam bēzītīs pavadāk. Es pavisam bēzītī, 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 Ну, не думает, как тебе шесть. Ну, не думает, как тебе шесть. Это не думает, как тебе шесть. Джош упомянул, что да, он был слишком наивный, он не знал, куда он едет, но он в 1994 году влюбился и поэтому последовал за своей любовью, за своей будущей спутницей жизни. Опять же вопрос, то, что он был наивный, действительно ли это является причиной для того, чтобы использовать подобные расистские выпады и просто-напросто быть расистами. Да, он появился с наивной американской улыбкой, как он упомянул, но речь идет о том, что это, конечно же, не является объяснением. И вот у нас достаточно много комментариев от наших радиослушателей. Ну, я думаю, что, если бы все здесь были чернокожими и детьми, то его дочь наверняка могли бы назвать там «Снежок» или что-то, это kind of pejorative. Нормунд не поддерживает расизм. Уважаемые радиослушатели, время нашей сегодняшней дискуссии подошло к концу. Я очень рад, что участвовали радиослушатели на разных языках. Большое спасибо всем, кто оставляли свои комментарии в WhatsApp. Я думаю, что это была, условно говоря, наша первая программа. Мы поговорили о том, что реально существует и в чем многие сомневаются. Это первый год, как и Сомнегрия, один день жизни Джорджа, который наполнен, и жизни его дяди, который наполнен расизмом, неневиси, и стеативами. Джордж, я думаю, что это было первая сара, когда мы с вами решили, уже мы с вами учитали, какие учитали два дня, два дня и два дня. Безуси, я понял, что это не дома, что это просто, так как вы Porsche. Сейчас мы с вами работали, что реально это просто. На самом деле мы обсужим пар, кого к этому дарить, как ксения через то, как это происходит, как на thresholdе. Дискуссия с Джожем, когда-то она произойдет. Мы поговорим о том, что делать, как можно бороться с расизмом. Напомню, сегодня благодаря моему коллеге Родиону Золотареву мы могли с вами общаться. Напомню также, что в ближайшие недели нас ждет множество интересных событий в рамках Культ Просвета. 28 апреля актриса Яна Лисова расскажет о премьере спектакля «Запрещенные книги» в Национальной библиотеке. 15 апреля Алексей Мурашко расскажет о книжном мире и тем самым и завершим цикл «И жизни книжного червя». А режиссер Владислав Наставшев, который только что вернулся из Москвы после успешной постановки своего нового спектакля 22 апреля, расскажет о своих будущих творческих планах. Большое спасибо всем. Джош, большое спасибо тебе. Лилс, пожалуйста. До свидания. Спасибо.